Влад, или зрители смотрят? Привет, или зрители? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как меня это бесит Мы об этом не говорим Добрый день всем И снова с вами наша группа размышлителей Не разрушителей, а размышлителей Размыслителей А знаете, чего я подумал вчера буквально? Такая мысль у меня возникла Мы уже много обсуждаем разных тем Так, сяк, это не то, то хорошо А вот такая тема А кто я? Как вам? Как вам вот такое? Я вот просто подумал иногда Знаешь, пообщался с человеком Интересную мысль Он высказал по поводу процесса образовательного и воспитательного Он говорит, вот мы зачастую Все время пытаемся кого-то воспитывать А любим себя В большинстве своем случаев А в принципе, как бы, желательно, чтобы это было наоборот Любить других, а воспитывать в первую очередь себя Так вот я подумал, что А кто же на самом деле вот я? Вот я вот так вот снимаю вот эти видеоролики И вовлекаю в этот процесс Всех Всех Влада Ближеезжающего Влада Заставляю его вставать в субботу В шаббат в 10 утра В 10 утра Я про Андрея вообще не говорю Вообще там Без 15 и 10 И кто я? Вот вообще кто я? И Мое искусство, которым я владею, мое ремесло Оно воспитывает меня? Становлюсь ли я более воспитанным? Ну, изначально кто я? Вот той Я Может быть я ничем не лучше других Кого я, допустим, как-то обсуждаю Или какую-то тему мы поднимаем А вот тренировать лучше так Да может быть я даже не лучше и не хуже А как? Давай, Влад Вопрос к тебе Влад Макаров Здравствуйте, да Хороший вопрос, кто я? Но еще есть такое понимание, как роль Какую роль ты исполняешь? То есть можно пойти там двумя путями Или тремя, или четырьмя Я тело Я ум Я душа Скажем так Ну, это один путь То есть ассоциация себя Ну, с телом А роман, я думаю, имеет в виду ролевые игры Которые То есть я отец Я сын Я брат Ну, это как конкретизируем Да А из этого может сложиться общее представление, кто я? Я не имею в виду Да, определенную роль Ну Здесь Ну, вот это не хотелось бы там Ну, давайте там Допустим, если Вот представить, что руки нету Ты же остаешься? Остаешься Ну, вот Две там Ну, вообще тела нету Что-то остается Сознание Правильно? То есть Если кома, то Что? Тело есть, а сознание нету То есть Я исчезла Ну, скажем так Поэтому В особо эзотерические такие штуки Не хотелось бы там сваливаться Но вот Мне понравилось Должно быть практично Скажем так Какая-то Позитивная динамика То есть Если есть динамика То мы ощущаем развитие Скажем так А если ее нету То мы Чуть-чуть останавливаемся Почему? Потому что В нас заложено Так В человеческих существ Вот такая функция Как интерес То есть Мы Вот как только Интерес пропадает Все Человек Начинает Стремительный путь К деградации И поэтому Есть ловушки Там Я все знаю Там допустим Все знать Но объять необъятно Нельзя И вот мы Сегодня об этом говорили Там без камер Что Сохранить такое вот Восприятие Ух ты И вот это хорошо И вот это То есть Если это Вкус жизни уходит Тогда Это я знал Это я знал И потихоньку Организм Увидает Скажем так А если тебе все интересно Это интересно Это интересно То интересно То есть Ты так Исследователь И получается Что Движение Движение к чему? К познанию Скажем так Мы же про единооборство Говорим Чтобы Ну не перепрыгивать С темы на тему И что? Интересно Я вот Мне это вчера Сказали Я занималась Там Боксом Сколько ты занималась Там Год Там А рукопашкой Там Ну там Три года Там Походил И чего? То есть По поверхности Человек поскакал И все То есть Не погрузился Ну Соответственно Если ты осознаешь Что ты Скачешь По поверхности Это хорошо То есть Не кажешь В глубину Нырять Но тогда Степень понимания Что ты делаешь Что делает Кот Кто делает Что делает Для чего делает Вот эти вот вопросы Мне прям Очень нравятся Но самое интересное Что Многие люди Как Ищут ответы Ну вот У кого-то там Но это пережеванное знание Скажем так Вот А ответы Все равно Если ты задаешь Он приходит Но для этого Нужно Чтобы отражалось Чтобы поверхность Ума была гладкая То есть Без всяких Всплох Без Слушай А как ты думаешь Влад Вот ребенок Рождающийся Чистый Родившийся Он вообще Когда Первое предположение Вот так А кто я? Или он не задает Вообще Когда человек Первый вопрос Вот этот задает Кто я? Ну тут надо Вот каждый Пускай у себя Спросит Когда он Хорошо Вот ты Влад Правильно? Опять У нас за других Откуда я знаю Нет Я говорю к теме Дорогие мои Есть такое понимание Как печатная плата Да? А потом ее начинают Прошивать Да И прошивка Может быть Одна Вторая Третья Вот ребенок родился Он чистая Печатная плата Да И жизнь Начинает Эту плату Печатную Прошивать Одна Прошивка Вторая Установки Да Установки По-моему такая ассоциация Мне только что пришла Хорошо Влад А вот конкретно Вот К тебе вот я задаю вопрос Кто ты? Ты можешь Сказать кто ты? Опять Мне очень нравится вопрос Блин Роман Супер Я могу что-то там Наговорить Но И ты скажешь Блин Бредит парень Скажем Но в каком контексте Ты спрашиваешь Мы же к этому вопросу Возвращались Неделю назад Тот Я хозяин Который принимает гостей Как бы Тебя такой Ответ бы устроил Ты мой гость Ну твоя роль Я хозяин Я должен Ты ответил на вопрос Ответил Понимаешь? Но ты же хочешь Что-то подловить меня Как дзюдоиста Айкидоиста И разорвать И нужно удушающие Нет конечно же Но Тогда Мне очень понравилось Как Рустам Сейчас нет Но Он говорит Время место обстоятельства То есть мы то ли про время говорим То ли про место То ли про обстоятельства Понятно Что в данное время В данное место В данное обстоятельство Ты хозяин Принимающий нас У себя Аплодисменты И лайк Ответил Увернулся Ладно Зайдем с другой стороны Ты мне напоминаешь Одного очень известного Человека Который тоже умеет Вот так грамотно Находить ответы Лавировать Лавировать Лавировали 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 И вы лавировали А я тебе на это отвечу Ты меня спроси А я отвечу Кто ты? Ты говорит Бесхребетный Я говорю Да Ты говорит Мягкий Я говорю Да Я говорю Не бесхребетный Не мягкий Я упругий А будешь меня сейчас Теребить Я стану твердым Поэтому свойства Организма Могут меняться Ну да Ты молодец Ты все переводишь В юмористическую тему А тема Это не юмористическая Тема Это серьезная Глобальная Ценность должна быть Гуманитарная Социальная О Ценность Опять ценность Для кого-то ценно Для меня допустим А кто-то это вообще Ничего не ценит Вот время Допустим Время Деньги Это как бы такие Равные Категории То есть Мы ходим на работу Покупаем Получаем деньги Покупаем время Скажем так И поэтому Как ты говоришь Юмористическое И вот Опять эти бумажки Да Если они Вот образца Какого там года 93 Они сейчас имеют ценность А если вот 100 рублевки 5 рублевки Нам сейчас дай Вот хоть стол Мы с ними ничего Не можем сделать То есть Ценность поменялась Мы их сожгем в печке И блин Баню растопим Ну чуть-чуть Да То есть Или уменьшилось Практически до нуля И поэтому Я говорю Что мы Там говорим Очень серьезно Сидим с серьезными лицами Нет Мы сидим С счастливыми лицами И говорим О серьезных вещах Но Не то чтобы В юмор Там все В шутки Превращаем А я про что говорю Что для зрителей И для нас с вами Должна быть Какая-то ценность В этой беседе То есть Он посмотрел У него был Внутри Какой-то запрос Вопрос И Всегда Если у тебя есть Запрос Вопрос Человек стремится На него найти ответ Но ответ приходит Когда Когда он Успокаивается И настраивает Своё внимание То есть Ответ может прийти С рекламного баннера Из радио Может быть Ютуб включит И на Романа Карасева И он скажет Во Я же вот это искал Почему я так говорю Потому что Вот наш Алексей Орлов Он говорит Человеку Объясняешь 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 Пять лет Он съездил На какое-то занятие Говорит Тренер Я понял Здесь задняя посечка Вот так Я тебе 10 лет Об этом говорил Но кто-то подобрал Такой ключ Или Не кто-то подобрал Ключ А он был Настолько готов К этой информации Что она В него просто Загрузилась Скажем так О том О чем мы с тобой В машине говорили Что можно человеку говорить Как ты назвал это Революционная ситуация Революционная ситуация Ну по-другому Да Революционная То есть ситуация Которая изменяет То есть наступает Именно вот эта ситуация Которая изменила Этот чувак Думает Что она сейчас изменила Нет Предпосылки должны быть А были предпосылки Ну опять Если вот Не хотелось бы Такой Мы здесь можем Ну зажигать Да Потому что здесь Достаточно кислорода Но если его будет Или избыточное количество То все Бух Ну или газа Ну как газ То есть Концентрация Каких-то сил Должна И потом Мгновенный переход Он Он не сразу Переход Хорошо Влад Наполнение должно быть Ты раз Осознал Я мастер Все А вот Давай Влад Просто я хочу Хочу тебя Обсудить сегодня Разобрать меня на атом Да я себя два года Два с половиной Уже разбираю Давай Кто ты Вот ты можешь себе Вот сказать Ты не говори Что данным весит И гость Ой, ты хозяин Вот ты можешь Знаешь Вот я же почему Начал разговор Мы стараемся Кого-то воспитывать А любим себя А надо Говорят так Что надо воспитывать себя А судьи кто? Нет А почему Почему детей Нельзя воспитывать? Ну вот так Ну здесь такая Идет вещь Понимаешь Когда ты постоянно Воспитываешь себя Воспитываешь Идет Самовоспитание Вот Идет Постоянное Нет Это не воспитание Тогда окружающие Могут понять Так вот я задаю тебе вопрос Влад Кто ты? Вот ты можешь себя На данный момент Охарактеризовать? А я выживший Или выживающий Но Опять А в каком смысле Выживающий? Вот сейчас Вот люди посмотрят Скажут Ничего себе Все бы так выживали Все бы так выживали По субботам Да Я тебе говорю Что Никто же За фасадом Не видит Какие процессы У меня идут Интенсивные процессы Трансформации Я себя изучаю Я наблюдаю Я исследователь Я могу сказать Вот И про что мы говорим Что есть рефлексия То есть Не воспитание А вот Какая-то ситуация И есть Вот такой Маленький Маленький миг, когда твоя реакция от этого зависит. Кто-то тебе посигналил и ты вот миг, когда эмоция тебя не захватила, и ты можешь вот в этот миг еще контролировать себя. А потом уже эмоции. Ах, кто так ездит? И в данный момент, чем я занимаюсь? Я сначала смотрю кто я, ну кто-то, какие мысли у меня приходят. Затем я стараюсь себя ловить на словах. Что я говорю людям. Ну, понятно. Что ты говоришь? Вот Андрей сейчас зевает уже. Все записано. Неинтересно это. Андрею? Да. А я что сделаю? Я краем ухо все ловлю, все слышу. Да, можно разговаривать как бы с человеком, и он... Андрей, а вот в разговоре вот с Владом ты можешь дать представление, кто он? Нет. Ты его прям расстраиваешь. Нет. Ну, Влад человек, который самостоятельно мыслит. Это очень важный фактор. Он самостоятельно... Просто не ради самого процесса он это делает, а он это делает потому, что у него есть такая потребность. И это качество оно отличает скажем так от каких-то других состояний, которые мне не интересны. Поэтому вот он человек мыслящий. Разумный. Да. Гомосапиас он. Разумный. Такой же, как мысль. Нет. А как? Давай другим быть самими собой, чтобы не приходилось что-то... Ну, как бы вы же не испытываете напряжение, что... Ну, что... Правильно? И я... Ну, как... Не то, что стараюсь, я делаю, чтобы... Это было комфортно. Но комфортно не в плане комфортно, что ты пришел там... Ну, как это... Ну, вот есть такой термин. Мне с ним неинтересно. Да. А вот мне с Владом и с тобой в нашей компании неинтересно. Интересно. Вот мы же вернулись снова к этому вопросу. Рустам, так как он же с нами ему тоже интерес через раз, скажем так. И на что? На интерес. То есть он куда-то пошел, ему что там? Медом на мат? Ему там интересно. Но вопрос какую цену ты готов заплатить за этот интерес? Ну, может, пошел вот, допустим... Ну, мы знаем, куда пошли. Да. Куда каждый из нас ходит? Может, мы ходим для того, чтобы понять, кто мы? Это некое такое исследование, которое мы себя... Знаешь, как бы мы помещаем себя в некую среду. Вот как боевое искусство, да? Вот я беру себя помещаю в среду, допустим, я еду в клуб Шаболовка, чтобы там побороться. Побороться. По сути, я как бы называю это побороться, а на самом деле, может быть, я хочу понять, кто я. Я таким образом я себя исследую, да? Я приезжаю в другой клуб, чтобы практиковать ката, допустим, или какие-то упражнения с айкидо для того, чтобы... или с другими людьми для того, чтобы понять, кто я. Вот... можно ли через это... так я понимаю, или... ну, с точки зрения боевых искусств. Ну, отлично. Но тогда мы возвращаемся, что уровни осознанности у всех разные. Кто-то спит на ходу, вот как Андрей говорит, вы там что-то говорите, пчук, включился. но мы о чем говорим, что если ты режешь колбасу, а колбасу вы не едите, ну, что ты тогда режешь? Хлеб ты режешь. Если ты отвлечен от этого процесса, чем ты занимаешься, велика вероятность, что ты можешь порезать палец. Ну, там, порезаться. Но новичок смотрит прям и весь напряжен. А повар может резать еще и думать о чем-то. А сейчас знаешь... Как же, как водитель. Да, да, да. Вот вчера буквально по радио слушал этот момент. Это кусочек из всеми многими в мире известного рассказа Артур Кунандоль или кто там написал, да? Шерлок Холмс. Да? Кто? Кунандоль, да? Кажется написал. Где Шерлок Холмс спрашивает у Ватсона. Сейчас тоже вспомните эту ситуацию. Когда по ступенькам они идут и Шерлок Холмс спрашивает Ватсон, а сколько здесь ступенек? Мы много времени уже поднимаемся на этот этаж. Ватсон говорит, не знаешь, Шерлок Холмс? Он говорит, а я знаю. Здесь 12 ступенек, третья скрипит, четвертая была заменена, пятая только два гвоздя с левой стороны, шестая, десятая и эта. А все в чем? Вот как раз о чем ты говоришь. То есть, я не просто хожу, я не просто, допустим, в нашу жизнь, я не просто живу, я внимателен к этой жизни, я внимателен вот к себе и таким образом я могу почувствовать. разговор о том, да, сегодня, Андрей, ты говоришь, я, допустим, в среду, во вторник поужинал, в среду не ем, да, в четверг там подавцикал. Влад говорит, Алеша говорит, там, четыре дня там. Опять, если мы невнимательно к этому относимся, то мы можем нанести какой-то вред. Если мы внимательно к этому отнесемся, почувствуем, вот, да, какая ступенька у нас скрипит, а какая не скрипит, а какая двенадцатая, какая шестая. Сможем своевременно, скажем так, упредить. Да, то мы тогда, соответственно, можем понять, кто мы. И мы отправляемся в Грецию, в баню. И с вами увидимся после банной паузы.